То есть вы сексисты? Нет, абсолютно бесконечно. Кто? Вы сексисты, вы увидели женщин, вы деретесь с женщинами, да? Снимай, снимай, что она меня толкает. Девушка, вы мне рвете одежду. Я вас не водит. Я делаю. Всем привет, это Павлик, и сейчас будет очень важное видео, которое нужно досмотреть до конца. Привет, друзья. Я участник рейдов проекта СтопХам. Мы снимаем нарушения ПДД. И проблемные места. Происходит нечто невероятное. 27 апреля 2019 года на нас напал один автохам. Лично мне он ударил по лицам, так что чуть не вырубил. Сломал мне зуб, нанес мне побои. И вложился так, что у меня кепка вылетела. На все это я мог противопоставить только газовый баллончик. Размером где-то раз в 10 меньше, чем обычный газовый баллончик. И я никого не трогал. Я даже не дошел до его автомобиля. Я сразу получил телесные повреждения. Автохулиган мне, как я уже говорил, сломал мне зуб. В чем вы думаете, все дело закончилось? Было ли возбуждено уголовное дело в отношении этого автохама? Нет. Уголовное дело возбудили против меня. Автохулиган, некто Пехтерев УВ, проходит по делу как потерпевший. Уголовное дело возбуждено было по поводу, якобы я на основании малозначительного повода применил газовый баллончик. Запомните, ребята, имейте в виду, сотрудники полиции и прокуратуры хорошо в нервнике считают, что удар в лицо – это малозначительный повод. Человек, разбивший мне лицо, вдруг стал потерпевшим по уголовному делу. Дознание и прокуратура умышленно искажает обстоятельства произошедшего. Согласно их версии, не было удара в лицо, а меня просто толкнули в лицо. Запомните, ребята, имейте в виду, теперь, что удар в лицо, по мнению полиции и прокуратура, хорошо в нервнике – это малозначительный повод. Человек, разбивший мне лицо, становится в этом случае вдруг потерпевшим по уголовному делу. Дознание и прокуратура умышленно искажает обстоятельства произошедшего. Согласно их версии, не было удара, а меня просто оттолкнули в лицо. В связи с чем вынужден обратиться к вам, считая, что началось необоснованное давление как на сам проект СтопХам, так и на всех граждан, участвующих в охране общественного порядка и хотят лишить возможности защищаться хотя бы газовыми баллончиками. Уголовное дело, утвержденное начальником МВД Хорошева в Нервнике, Литвинцевым Алексеем Григорьевичем, поддержано Межрайонной прокуратурой в лице Тумова Керима Анатольевича и уже 27 января назначено предварительное заседание судьей в Сладковой НВ. А теперь смотрите видео. Да они не дают проехать, давай дебилам. Вызывайте полицию, если вы, у вас есть, у вас есть какие-то вопросы, у вас есть какие-то вопросы, вы можете обратиться в полицию. Сейчас 10 минут назад выехала полиция. Я обращаюсь к вам, а чем вы мотивируете то, что вы здесь разрешают не ставить? Чем вы руководствуетесь? Объясните, пожалуйста. Я снимаю. Объясните, чем вы руководствуетесь? Хватит, 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 хватит. А вы что, нас на себя посмотрите. Вы уйдите с дороги. Тихо, 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 тихо. Отойди подальше. Уважаемые, вы провоцируете, провоцируете в рамках закона. А это уже нарушение общественного порядка. Вы ублюдки, взаимно. Вы ублюдки, взаимно. Вы понимаете, что вы создаете проблему, в первую очередь, полиции. Взаимно. Все, игнорирую его. Дешевые, блядь. Я дерьмень. Я сприклею, блядь. Я сприклею, блядь. Я дерьмень. Я сприклею, блядь. Я сприклею, блядь. Ну что, друзья. Я понимаю, что к проекту СтопХам может быть разное отношение абсолютно у всех. Но у нас у всех с вами есть глаза, и мы с вами видим очевидную вещь. Что человек, автохам, быдло, какой-то утырок в синей майке и очках, я не знаю, как его еще назвать, некто Пехтерев, явно нарушал общественный порядок, парковался на тротуаре и даже нападал на активистов. И не только нападал, но еще и ударил в лицо и сломал человеку зуб. То есть медицинские справки имеются. Скорая помощь приезжала также на место событий. Также на место событий была вызвана полиция. Также, я думаю, что Николай и его коллега, другой активист СтопХама, ну, всячески избегали этого конфликта и избегали рукоприкладства и насилия. Думаю, друзья, мы все понимаем, что основывается это уголовное дело только на специально заведомо неверных выводах дознания относительно произошедшего. И игнорируются очевидные факты, игнорируется наличие удара в лицо в принципе. То есть, вот вы видели сейчас видео, а представляете, это так он просто его оттолкнул легонечко в лицо, чтобы Николай наш не наклеил наклеечку на его драгоценный автомобиль. То есть, легонечко оттолкнул, зуб ему сломал. Все хорошо, все нормально. А справочку о зубе мы не будем к делу приобщать, и экспертизу назначать мы тоже не будем. Ты виновен, ты вот пять лет тебе светит, тебе дадут там два года условно, и ты будешь с этой условочкой ходить. Или там дадут тебе там, не знаю, там год и восемь колонии общего режима. Ну, не судьба, значит посидеть придется, потому что нефига разгонять нарушителей с тротуара, и нефига клеить людям наклеечки, ах ты не успел приклеить. Ну, значит, нефига было пытаться, и нефига было вступать в полемику с таким уважаемым человеком, как этот хрен в синей кепке Пехтерев. И вообще, вот обращусь сейчас к Пехтереву. Пехтерев, тебе самому-то не стыдно? Ты взрослый мужик. Матом орал, кулаками махал там, руки свои силы удаль молодецкую показывал. А потом оказался обычным терпилой, побежал к полицейским жаловаться, к ментам там оказалось, к мусорам вообще. Вот. И вы там все, естественно, быстренько состряпали. Самому-то не западло быть, а? До седых волос дожил, а такой вот фигней страдаешь. А? Мы ж тебя на суде допросим, посмотрим, что ты там скажешь. И люди на тебя посмотрят, какой ты есть на самом деле. Не крутой чувак на Ауди, а терпила. Сам первый напал, ударил, получил отпор. А потом, ой, он в меня из газового пистолета выстрелил, какой нехороший мальчик. Накажите его полицейские. Вот такая, друзья, логика у полицейских. Также еще у них логика, что граждане из Стопхама, достаточно активные, они прежде чем пойти на рейд свой или во время рейда, очень часто обращаются к полиции, видите ли, чтобы они сами отогнали нарушителей. То есть полиция осуществляет деятельность по охране общественного порядка, в том числе обеспечения безопасности дорожного движения. А какие-то Стопхамы решили их привлечь для этого всего. То есть привлечь для тех задач, для которых они, собственно, и нужны. Как там им постоянно в комментариях пишут? Вы же не полиция, вызывайте ГИБДД. Так вот, они и вызывали полицию, ГИБДД, участковых. А это им не нравится. Полиции, видимо, нравится брать взятки, там кого-то прессовать, крышевать, превышать свои служебные полномочия, вон, уголовные дела расследовать на тех, кому не имется, как говорится, чтобы не повадно было. Вот. Вот это нравится полиции. А заниматься нарушениями общественного порядка, заниматься людьми, которые катаются по тротуару нарушителями, им не нравится. Поэтому, если, не дай бог, вы начнете добиваться какой-то справедливости и какого-то порядка в своем дворе, чтобы там не парковались машины на тротуаре, и вас кто-нибудь будет избивать, то он будет потерпевшим. А если вы, не дай бог, еще и чем-то его ударите, там, или примените газовый баллончик в целях самообороны, то вы будете обвиняемым, и вас обязательно посадят в тюрьму, ну, или просто возбудят уголовное дело, и там дадут вам какой-то условный или реальный срок, не знаю. Потому что, ну, в общем-то, вы будете в любом случае, скорее всего, осуждены за это. Я, на самом деле, надеюсь, что эта участь Николая не постигнет, и я надеюсь, что вы мне всем в этом поможете. А именно, я, друзья, прошу вас отправить обращение в прокуратуру по ссылке в описании. Отправить также обращение в МВД и Генеральную прокуратуру с просьбой проверить, собственно, действия дознания о ВВД Хорошевом Невнике, а также прокурора района Хорошевом Невнике, который утверждал все это обвинительное заключение и сопровождал все это уголовное дело, и считает, что все по закону, друзья. То есть толкать, да даже если бы человека толкнули в лицо, ну, что он не имел права обороняться теперь, потому что он активист проекта СтопХам. Видите, какая дискриминация у нас идет. Ну, в общем-то, дело-то не в СтопХаме, а дело в том, что, друзья, полиция и все российское государство в целом пытается вот таким вот образом противодействовать любой активной деятельности и активной гражданской позиции. И мы, естественно, мы же не бараны, да, которых в стойло загоняют, а мы идем. Мы должны этому все противодействовать. И сегодня посадят там или осудят Николая, а завтра осудят кого-нибудь из вас. Тем более дела по самообороне у нас, ну, как говорится, мы все знаем, как рассматриваются и под каким уклоном. Поэтому еще раз прошу вас отправить обращение по ссылкам в описании. Ну, также подписывайтесь на канал, поставьте в этом видео лайк и максимально распространите это видео. Спасибо вам огромное за то, что смотрели нас и помните, что такое может случиться с каждым. И если будут какие-то открытые и важные судебные заседания, например, допрос свидетеля Пехтерева, я думаю, мы вам обязательно сообщим либо в телеграм-канале Сила Движения, либо в нашем телеграм-канале, либо в нашем турбо-супер-телеграм-чате Люди Движения. Так что следите за новостями об этой истории. Всем удачи, всем пока. Борейтесь за свои права.